Наконец-то иступим. Автор этой книги, Ольга Скурочкина, начинает эту книгу так. Главный сюжет человеческих комедий, которые идут в театре Татьяны Казаковой, «Жизнь и человеческий удел». Да, иногда жизнь есть сон, что уж говорить о театре. В ее зынких очертаниях и странных сновиденческих фантазиях можно потерять нить событий. Смысл ускользает, но она, как художник, не стоит на том, чтобы перерубить нити ускользающих смыслов. Она будет искать его в потемках сцены и жизни на бродыхане до последнего. В этой книге описаны спектакли Татьяны Казаковой. И один из них, который идет на сцене нашего театра, искрометная комедия Нушича «Доктор философии». «Диана Казакова». «Диана Казакова», «Доиси». Там был. Ну. Вот самой. Да ты говоришь? Ну! Ты говоришь или нет? Ну! Так, вот так. Она предложила мне сесть. Садись. Я сел в режиссерское кресло и сразу же почувствовал себя художественного руководителя. Кто тебя спрашивает, что ты там почувствовал, что ты ей говорил? Все точно, как ты велел. Господа, я говорю, Татьяна Сергеевна, мой родственник, то есть ты живый Нациевич, богатый человек. Очень богатый человек. Дал тебе Господь все. А ты ценишь театр. И его, так сказать, представитель. И поэтому, пока ты жив, хочешь ты для этого самого театра что-нибудь сделать. Ты слышал, что у нас стоит во главе больших начинаний, ну и решил посоветоваться с ней. Как же помочь вашему самому театру. Ничего ей не обещал, чтоб я мастерскому скользнул. Она говорила, при театре очень маленькие зарплаты у артистов. Хорошо бы, если ваш родственник оказал некоторую помощь этим артистам. Выброшены на веки. Я ответил лучше. Я так академически отрезан. Господа, говорит Татьяна Зарьевна. Актеры не для вечности. Не дай им зарплату. Они уйдут. Подниме им набавки. Они пробьют. А мой родственник, то есть ты, не хочет, чтобы память о нем была пробита. Кстати, нет ничего? Нет. Вот и она так же сказала. После этого мы поговорили о Станиславском, о Немировиче, дальше Татьяну, в гости, о Михаиле Чехове. Я зачем тебя туда посылал, чтобы ты там чушь всякую пора? Ну ты сам просил. Все по-порядку. Татьяна Сергеевна возбужденно говорила, как сильно подражали постановки. Постановки? Постановки. И тут я понял. Постановки. Лучший способ перейти прямо к делу. Да, говорю. Постановки нынче дорогие. Но и Шварц подорожал. Какой Шварц? Я ей говорю. Все режиссеры поставили хоть по одному спектаклу, по единственному, у кого нет премьеры за спиной. А она денег, говорит, не хватило на премьеру. Я говорю, как же так? Такой знаменитый человек. А вот чем больше чести, тем меньше денег. Все опередировала, все поставила. А совершить не могу. Надо, говорит, 10-15 миллионов рублей. И тут я понял, что пора открывать все камни. Госпожа Горя-Татьяна Сергеевна, у вас в театре есть два свободных места артиста. А у моего родственника сын артист драмы. И что она тебе дает? Бзды. Бзды? А что такое бзды? Да я как-то опомниться не успел. Она схватила меня за шиворотами, как было с химилета. Еще кричала, я художественной руководителем не продаюсь. Драк! Кто? Я! 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 Так, пока я летел по лестнице, она там большая, в театре комедии, посетила меня мысль, перехнули мы с тобой, художественный руководитель не продается. Что? Дальше. Учего? Почта, сударь, два письма, одно большое, одно. Книга? Мам, книга? О! 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 Человеческий комедий. Спектакли и образы театра. Татьяна Козловна. Интересы и интересы. Надо бы почистить. Надо бы почистить. Папа, пройди, вот я. Папа, пройди. Сосудный артист России, Северный Русский, Николай Соколов, а также артист Театрогонезии Николай Колосов.